Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, авторы Межляк-Полонский и Кир, под номером 541. Нас спрашивают, какие из данных обыкновенных дробей можно преобразовать в десятичную. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать условия преобразования обыкновенной дроби в десятичную. Вспоминаем это правило. Несократимую дробь можно преобразовать в десятичную только тогда, когда разложение знаменателя этой дроби на простые множители не содержит чисел, отличных от 2 и 5. То есть, если в разложении на простые множители будет присутствовать или только 2, или только 5, или 2 и 5, то такие дроби можно преобразовать в десятичные дроби. Итак, смотрим по цифре 1. Знаменатель, но дробь, во-первых, несократимая, во-вторых, знаменатель 16, мы знаем, что 16, это 2 в четвертой степени. Других простых множителей знаменатель в своем разложении на простые множители не содержит. Поэтому по цифре 1 дробь можно преобразовать в десятичную дробь. 11 в 16. По цифре 2. По цифре 2 можно представить знаменатель этой дроби, тоже дробь несократимая, как 2 умножить на 100. А 100 это 2 умножить на 50, а 50 это 2 умножить на 25, а 25 это 5 умножить на 5. Тоже разложение на простые множители числа 200 не содержит никаких других множителей, отличных от 2 и 5. Поэтому по цифре 2 эту дробь тоже можно представить в виде десятичной дроби. 17,02. И действительно, если мы числитель и знаменатель этой дроби умножим на 5, то мы в знаменателе получим разрядную единицу 1000, и тогда это будет у нас десятичная дробь. Такую дробь можно представить в виде десятичной дроби. Итак, по цифре 3. А вот по цифре 3 у нас дробь несократимая, и знаменатель этой дроби при изложении на простые множители, один из множителей имеет 3. А нужно только 2 и 5, или 2 или 5. Хорошо, по цифре 4 тоже дробь несократимая. И смотрим, знаменатель 625. Если у вас есть таблица точных квадратов, то вы знаете, что 625 это 25 в квадрате, а 25 это 5 в квадрате. Поэтому получается, что 625 это 5 в четвертой степени. Поскольку разложение на простые множители содержит только множитель 5, то по цифре 4 дробь можно преобразовать в десятичную дробь. 14625. По цифре 5, обратим внимание, что эта дробь несократимая, но знаменатель ее кратный 3, значит в разложении на простые множители, кроме 2 и 5, будут присутствовать еще 3. Но в таком случае такую дробь нельзя преобразовать в десятичную дробь. Поэтому по цифре 5 нет. А вот по цифре 6 большой вопрос. Почему? Потому что эта дробь сократимая, а правило говорит только о несократимых дробях. Давайте сократим эту дробь. 84, 140. 84 можно представить как 70 плюс 14. Оба слагаемых делятся на 7, значит и число 84 делится на 7. Поэтому 84 можно представить как 7 умножить… 70 делим на 7 – это 10, 14 делим на 7 – это 2. И 140 можно представить как 7 умножить на 20. Сокращаем эту дробь на 7, в числителе 1, в знаменателе тоже 1. И 12 и 20 делятся на 4, сокращаем на 4. 12 делим на 4 – это 3. 20 делим на 4 – это 5. Получаем дробь 3 пятых. Итак, теперь это несократимая дробь, знаменатель которой, при предложении на простые множители, содержит только 5. Значит, эта дробь сократимая. Итак, значит, эта дробь, ее обладает тем свойством, что ее можно преобразовать в десятичную дробь. Итак, по цифре 6, тоже дробь, которая удовлетворяет условию. Ее можно преобразовать в десятичную дробь после сокращения. Это видно. И запишем. Эти дроби можно преобразовать в десятичные. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, то оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!